Григориополь Соборная церковь Соборная церковь была самая красивая в городе, и армяне, когда переселялись на эти земли, принесли с собой и золотые оклады, и иконы, хрустальные люстры, они несли также с собой каменные кресты, которые называются хачкары. Это архитектурный памятник армянский, ими украшают внутренние стены и фасад монастырей, соборов, церквей. Также армянские переселенцы принесли с собой еще одну святыню, огромный мраморный крест из Эчмиадзина, место, почитаемого армянами всего мира, поскольку там находится центр армянской апостольской церкви. Этот крест был для них символом связи с исторической родиной. Ни крест, ни богатая соборная церковь не сохранились. В 20-е годы 20 века храм был варварски разгромлен и разворован. Он находился на центральной площади, там, где сейчас находится новая часовня. После разрушения соборной церкви на том месте сначала была электростанция, потом школьный спортзал, а ныне это просто пустующее здание. Поскольку Григориополь был армянской колонией, историей этого города, естественно, стали заниматься историки Армении. Много работ было проведено по исследованию этого материала, и академик Академии наук Армянской ССР Жерас Ананян, приезжая в Григориополь, занимался этой работой. И он издал труд «Григориополь. Армянская колония», где очень подробно, впервые описал историю создания и развития этого города. И указал на большую связь и влияние Российской империи на жизнь армянского народа. В Молдавии в Академии наук работы по истории Григориополя продолжил ученый Джордж Фаньян. В музее города хранится его рукопись. Однако история Григориополя нашла отражение не только в научных исследованиях, но и в художественной литературе. Так, например, Мария Тажегинян, известная писательница советская, писала в своих воспоминаниях о том, что она приезжала в Григориополь, потому что город этот является тоже ее родиной. Тут жили все предки шагинянов. Ее дед, к которому она и приезжала в детстве, был претерее церкви армянской. Вероятно, чуть позже появилась другая церковь, русская. Про храм Вознесения Господня города Григориополя известно совсем немного. Его построили в 1821 году на средства прихожан, и был он каменным. Как проходила жизнь церкви в XIX веке, после Октябрьской революции и далее при советской власти, сейчас сказать трудно. Доподлинно известно, что во времена Хрущевской оттепели в 60-е годы XX века храм закрыли. Директор Григориопольского музея Лариса Хазирова объясняет скудость сведений о церквях города тем, что искать источники информации нужно в архивах не то что других городов, а даже других государств. Григориополь входил в состав Херсонской губернии. Это предстоит поехать в командировку, я думаю, и в Херсон, и в Одессу. Хотя это, конечно, связано с определенными материальными трудностями. Хочется, чтобы нашим потомкам осталась достоверная информация о нашем городе. Историкам еще предстоит большая работа по изучению истории городских церквей. Но о событиях из недавнего прошлого Вознесенского храма помнят их очевидцы. В 70-е годы, когда после окончания техники у меня направили сюда работать в торговлю, я совершенно доподлинно знаю, что здесь был склад, здесь был склад мебели. И более того, храм был в запустении, перед этим были другие склады, потом мебельные были склады. Даже в алтаре, во светлом месте, там тоже был склад. И директор магазина, она жаловалась и сетовала на то, что крыша протекает, что там ветер дует, снег задувает и портится сама мебель. Милостью Божией, помощью Божией, усилиями настоятелей, которые здесь были. Постепенно храм стал восстанавливаться. Благослови, Душа моя, Господа, благословен Веси Господи. Благослови, Душа моя, Господа, и вся внутренняя моя имя Святое Его. Эта церковь уютная, старинная, что называется намоленная, с полукруглыми сводами и толстыми стенами еще тех лет постройки. Церковь вернули верующим в 90-м году. С того времени и по сегодняшний день здесь было три настоятеля. Первые 10 лет в ней служил протерей Яков Голбан. На его долю и пришлось восстановление храма. Тогда появились кровля, иконостас и роспись. Следующие 10 лет настоятелем был протерей Федор Кривуля, который служит сейчас в Парканах. А с 2010 года обязанности настоятеля выполняет протерей Николай Дзеговский. При церкви «Вознесение Господня» есть воскресная школа для детей и катехизаторские курсы для взрослых прихожан. После божественной литургии воскресения также настоятель прихода проводит библейский кружок по изучению Священного Писания. Это у нас уже где-то с 2012 года. При этом есть возможность попить чаю. Потом разные вопросы, ответы. Как еще покойный патриарх Алексей говорил, что литургия после литургии должна совершаться во всех храмах. Для того, чтобы община была в единении. У нас проходит социальная служба. Каждую субботу у нас после божественной литургии мы проводим трапезу для неимущих детей. В субботу у нас также есть время, когда люди приносят одежду для неимущих людей. Каждую пятницу беседы проводятся перед крещением и беседы проводятся перед таинством венчания молодоженов. Тогда, когда очень важно, чтобы были некие напутствия, чтобы эти таинства совершались на пользу и во спасение всем тем, кто хотят их принять. Потому проводятся огласительные беседы, катехизаторские беседы для всех желающих. На приходе у нас есть библиотека. Перед литургией еженедельно служатся молебен с акафистом, святым мученикам Горию, Самону и Авиву, покровителям семьи и брака. А также перед иконой Божьей Матери неупиваемая чаша. Она помогает избавиться от недугопьянства, от курения и даже наркозависимости, о чем есть свидетельство. Необычную историю появления этих двух больших икон по бокам иконостаса рассказал нам отец Николай. Несколько лет назад, когда настоятелем был отец Федор, одна прихожанка по дороге из храма нашла 600 долларов. Она спросила у настоятеля, что с ними делать. Стали спрашивать, кто потерял, но хозяина денег так и не нашли. Тогда решили заказать в Кишиневе две иконы, которые обошлись ровно в эту сумму. Вот так, в прямом смысле, сам Бог подал на украшение этого храма. Много и других икон подарены храму прихожанами в знак благодарности за полученную помощь или исцеление. Это образы святых богатцов Иоакима и Анны, святителя Спиридона Тримифунского, образы Божьей Матери Всецарица и Троиручица и другие. На городской площади Григориополя, напротив здания Госадминистрации, находится красивая белоснежная часовня. В честь иконы Божьей Матери Троиручица. Этот образ честуется 25 июля, а это день основания города. Место для часовни было выбрано не случайно. Именно здесь, больше 200 лет назад, 25 июля 1792 года, заложили город. Эту часовню по собственной инициативе выстроил уроженец Григориополя, предприниматель Юрий Нилов. Григориопольцы особо почитают этот образ Божьей Матери. Каждую пятницу с утра в часовне служит молебен. Тройручица считается покровительницей города. За последние годы даже появилась добрая традиция. Официальные мероприятия празднования дня города начинаются с молебна у часовни. Современные григориопольцы живут и трудятся во благо родного города с такой же надеждой и верой в небесную помощь, как и их предки, построившие здесь храм Вознесения Господня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok